В правительстве Чувашии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ожидают вторую волну ажиотажного спроса на продукты. В связи с этим министр экономического развития республики сегодня провел встречу с представителями крупных оптовых компаний и федеральных сетей. На совещании отметили, продуктовые магазины будут работать в привычном режиме, несмотря на вводимые в стране карантинные меры. Пустых полок в них быть не должно, исключение то время, пока товар подвозят в торговые точки из логистических центров. Сегодня в России сформирован достаточный продовольственный запас, отметил Иван Моторин. Например, товаров бокалейной группы у оптовиков хватит на 20 дней. Ритейлеры увеличили объемы поставок продуктов в магазины в среднем на 20-30%. Фуры с товаром теперь беспрепятственно проезжают в республику круглосуточно. В этом году они не проходят весовой контроль, власти ограничения сняли, а это важно для скорости доставки. Чтобы не допустить распространения вируса, некоторые сети всерьез подумывают над тем, чтобы разграничить часы посещения магазинов для пожилых людей, находящихся в группе риска, и более молодого поколения, которое может саму не болеть, но при этом оставаться переносчиками инфекции. Сейчас прорабатывается момент, чтобы пожилым людям до 10 утра, по понедельникам и по четвергам, конкретно пятерочке, только доступ для этой категории граждан, чтобы их не пересекать с другим трафиком людей. Но пока в проработке в радио пятерочка транслирует о том, что не надо закупаться на полную катушку, и что с товарными запасами у нас все нормально. Представители торговых сетей не отрицают. Спрос на товары первой необходимости сегодня как никогда высок. Пачки с крупами разлетаются моментально, поэтому в той же пятерочке с середины следующей недели собираются продавать весовую гречку. Цену на товары специалисты постоянно мониторят. Все данные из региона отсылают в Минпромторг и Минсельхоз России. На факты необоснованного завышения незамедлительно реагируют антимонопольщики. Следующая неделя нас ждет, все-таки большинство, наверное, выполнят распоряжение президента России, будут отдыхать, будет наплыв к магазинам, наверное, за какими-то товарами первой необходимости. Поэтому по следующей неделе надо активно поработать в том плане, как вы сказали, чтобы бесперебойно все было. Ну, чтобы вот этот ажиотаж, если вдруг он возникнет, он не ударил по торговым сетям, чтобы не было вымывания товаров. Президент Владимир Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Пока неизвестно, когда назначат конкретное число, все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Однако голосовать все равно придется, поэтому в общественной палате Чувашии сейчас обсуждают вопрос о организации наблюдения за процедурой. Значительно возрастает роль общественных наблюдателей. По словам председателя ЦИК Чувашии Александра Цветкова, по закону без их участия теперь голосование не провести. На каждом участке должно быть не менее двух наблюдателей. Их корпус формирует общественная палата. Для этого заключаются соглашения с некоммерческими структурами и общественными организациями. Уже с общественной палатой 20 организаций заключили соглашение. Это Чувашский государственный университет, это межрегиональная организация «Здоровая нация», Республиканский совет ветеранов. Общественные наблюдатели будут присутствовать на процедурах обеспечения досрочных стадий голосования в участковых избирательных комиссиях, на дому и в труднодоступных местах. И на участках в единый день, когда россияне выскажут свое отношение к предлагаемым поправкам. Не будет одного отдельно взятого жесткого дня голосования. То есть, если раньше выборы проходили преимущественно процентов на 90 с лишним в один день, сейчас процедура голосования будет растянута во времени, на неделю, даже на 8 дней. Потому что, в соответствии с порядком, будет принято решение о том, что все досрочные стадии голосования будут проводиться в течение 7 дней до дня голосования и, соответственно, сам день голосования. В Чувашии обсуждают законопроект о детях войны. Напомню, по инициативе в Рио главы Чувашии Олега Николаева принять его планируют до празднования юбилея Победы. Исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты Алена Елизарова побывала в Центре социального обслуживания населения города Чебоксары и встретилась с теми, кому новым законом планируют придать статус детей войны. Как люди, чье детство пришлось на тяжелые военные годы, восприняли инициативу республиканских властей, узнала наша съемочная группа. Марии Дедковой было два года, когда началась война. Отец ее ушел на фронт, а мама с тремя детьми, Мария Васильевна была самой младшей, оказалась в оккупации. Жили они недалеко от Ржева. Все это время, полтора года мы жили, конечно, в страхе, в голоде, в холоде, что значит жить буквально в полуторахстах метрах от своего дома с немцами. Это, конечно, ужасно. У нас мама расклеивала листовки, три раза водили на расстрел. И мы, детки ее трое, возвращали, собственно, орали, плакали, кричали. И где-то на утро ее возвращали, глядя на наши сопли, извините. Трижды приходило извещение о том, что отца Марии Васильевны уже нет в живых. Ему и самому сообщили, что семья погибла. Но в итоге он дошел до Берлина и в 1946-м вернулся домой к родным. Свои истории военного детства, в которых голод и потеря близких, тяжелый труд, тревожные ожидания вестей с фронта и не менее сложные послевоенные годы есть почти у каждого из тех, кому сегодня в Чувашии хотят придать статус детей войны. К этой категории предлагают отнести жители республики, которые родились в Советском Союзе с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 года. В Чувашии сейчас проживают более 70 тысяч человек, родившихся в тот период. На данный момент в проекте закона предусмотрено закрепление юридического статуса детей войны, выдача им удостоверения, а также меры нефинансовых социальных гарантий. Я очень довольна, что все это будет, что наконец-то детей войны будут приветствовать, будут почитать. Предполагается, что дети войны смогут получать неочередное соцобслуживание на дому. Также без очереди им окажут помощь в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, и в государственных медицинских организациях. Очень важно для нас сейчас в нашем возрасте, с нашими болячками, они у нас уже у всех есть в нашем возрасте. Я считаю, что это очень важно. И, конечно же, мы будем думать, стараться находить возможности над тем, чтобы меры поддержки, которые законам на сегодняшний день предлагаются, они дополнялись, они расширялись. Конечно же, работа в этом направлении будет продолжена. Законопроект о детях войны Госсовет Чувашии планирует рассмотреть 16 апреля. Юлия Скрябина, Елена Дмитриева, Владимир Синдеев. Вести Чувашия. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев побывал на строительстве детского инфекционного стационара. Рабочие затягивают со сроками, на каком этапе сейчас стройка, и что намерены предпринять власти, чтобы ускорить работы на социально значимом объекте. Расскажет Татьяна Иванова. Новый инфекционный корпус уже готов на 80%. Сейчас здесь завершается шпатлевка стен, затем их покрасят. Идет монтаж подвесных потолков, облицовка помещений керамической плиткой. Уже готовы внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления и электрики. Здесь установят уникальную вентиляционную систему специально для инфекционного стационара. В этом корпусе будут лечиться маленькие пациенты со всей республики. И для них создадут современные условия и удобства. Комфортное пребывание пациентов, диагностическая база соответствует всем стандартам, как говорится, современным, ну и, соответственно, доктора и кадровый потенциал. Ежегодно в детской инфекционке получают лечение более 9 тысяч пациентов. На базе больницы работает республиканский центр лечения гепатитов. И очень скоро появятся новые боксы на 50 мест. Сдать новый корпус подрядчик намерен в июне, но мог бы и раньше. Строительство застопорилось на этапе адаптации проекта к местности. И на это обратил внимание временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Будут усиливаться те службы. Это прежде всего служба единого заказчика и центра экспертизы для того, чтобы обеспечивать качественную работу на входе и в процессе реализации проектов. И через такие инструментарии я уверен, что мы уже в текущем году существенно изменим ситуацию, а на следующий год уже будем добиваться того, чтобы качество проектно-смертной документации было максимально высоким. Всего на реконструкцию инфекционного стационара и возведение пристроя выделено 459 миллионов рублей. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. С завтрашнего дня госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эта информация опубликована сегодня на официальном сайте ГИБДД МВД России. Во избежание живой очереди и массового скопления людей рекомендуется ограничить посещение подразделений управления ГИБДД МВД по Чувашии. Для регистрации транспортных средств, а также замены водительского удостоверения лучше записываться и обращаться через электронный портал госуслуг. При необходимости личного посещения людям рекомендуется пользоваться масками. Криминальную картину этой недели представят мои коллеги из МВД по Чувашии. Впереди рубрика «Вести. Дежурная часть». В эфире рубрика «Вести. Дежурная часть». В ближайшие несколько минут я расскажу о самых заметных криминальных событиях недели. Здравствуйте. Уж сколько раз твердили миру и опять жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников. Соцсети и интернет как поле для выколачивания денег. Интернет-магазин, предлагающий товар с безумной скидкой. По сути, кот в мешке. Вместо ожидаемого, например, новенького гаджета покупатель получает копеечные безделушки от песка до граненого стакана. Одного такого обманщика задержали чувашские оперативники отдела по раскрытию мошенничеств. 32-летний уроженец Нижнего Новгорода орудовал на популярном сайте объявлений. Написал на авито объявление, переслали деньги, а высылал другой товар. Что за товар? Просили таймер для УВАСТа. Ясно. Выслали что? Не помню, какой это передатчик. Чтобы не стать жертвой подобных злоумышленников, прежде чем оплачивать заказ, убедитесь в надежности продавца. Дважды пять – десять лет лишения свободы. У жителей Московской области, подозреваемого в сбытии фальшивых пятитысячных на территории Чувашии, своя невеселая таблица умножения. Из Уголовного кодекса. Тем, кто думает, что подобный бизнес прибылен, стоит просчитать и риск оказаться за колючей проволокой. Все детали этой истории у моей коллеги Ольги Павловой. Цивильск – магазин самообслуживания по улице Советской. Джентельмятский набор в продуктовой тележке. Проверка на глаз крупной купюры к кассирам. Некоторые сомнения в ее подлинности. И все-таки покупатель уходит, получив свою сдачу. В итоге фальшивку разоблачили только в банке, когда злоумышленник с подельниками был далеко за пределами не только Цивильска, но и Чувашии. Сотрудники Управления экономической безопасности МВД Почувашской республики считают, что торгового работника подвело не столько отсутствие аппаратуры для проверки денег, сколько незнание основных признаков поделки. Отсутствие микротекста. Купюра, получается, состоит из двух частей, склеенная. И если бы на данной точке был проведен соответствующий инсультаж, то, я думаю, без проблем возможно было бы определить пользу данного купюра. Аналогичную фальшивку злоумышленник сбыл и в торговой точке на улице Терешковой в Цивильске. Там тоже продавец колебалась, прежде чем принять банкноту, однако не отказала смуглолицому посетителю. К тому же тот преподнес корзину цветов, которую якобы не смог передать своей девушке. Оперативники вычислили сначала автомобиль, на котором галантный кавалер прибыл в республику, а затем и его самого. Да, так можно сказать, что упали на след. И оперативно, получается, выехали в командировку на территорию Московской области, где был установлен и задержан данный человек, который совершил данное преступление. Потерпевшие опознали 40-летним уроженца одной из бывших союзных республик, подозреваемого в двух эпизодах сбыта фальшивых пятитысячных в Цивильске. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному статьей 186 Уголовного кодекса. Мужчина арестован на время расследования. Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников задержанного и дополнительные факты противоправной деятельности. С начала года в Чувашии зарегистрировано 66 фактов сбыта фальшивок, большинство из которых пятитысячные. Торговым работникам нужно быть внимательнее при обращении с денежными знаками. В первую очередь, если купюра показалась какой-то сомнительной, не нужно, получается, отсылать этого покупателя, максимально запомнить его приметы, нажать тревожную кнопку и незамедлительно вызвать сотрудников полиции. Представители рабочей группы по профилактике дорожно-транспортных происшествий Общественного совета при МВД Республики встретились с министром внутренних дел Виктором Шметковым и начальником управления ГИБДД Владимиром Романовым. Что обсуждали на заседании, расскажем далее. В заседании рабочей группы по профилактике дорожно-транспортных происшествий Общественного совета принял участие и генерал-майор полиции Виктор Шметков. О непростой дорожной обстановке в Республике рассказал заместитель начальника управления ГИБДД Геннадий Чурбанов. 179 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 19 человек погибли и 235 человек получили ранения. В прошлом году у нас за два месяца погибших было 15. Основными видами ДТП является столкновение транспортных средств. Это 45% фактически от всех происшествий. За январь-февраль сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 97 тысяч административных правонарушений. Задержано 489 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Как отметил полковник полиции, в предупреждении ДТП важна профилактическая работа. В свою очередь, общественники предложили организовать предупредительную работу с молодыми водителями и курсантами автошкол, а также активизировать доведение общественности информации о правонарушителях в ГИБДД. Это была последняя информация выпуска. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Только что руководитель региона выступил с обращением к жителям Чувашии в связи с распространением коронавирусной инфекции. И вот на чем заострил внимание в Рио главы региона. В Чувашии мы ситуацию контролируем. Все органы власти и учреждения работают в режиме повышенной готовности. Вместе с тем нам необходимо предпринять дополнительные меры. В связи с этим убедительно прошу жителей старше 60 лет не покидать свои дома без острой необходимости. Нами создан волонтерский центр, сотрудники которого вам доставят продукты и необходимые товары на дом. Кроме того, настоятельно рекомендуем прекратить работу организациям с массовым накоплением людей. Это прежде всего кинотеатры, ночные клубы, оздоровительные и культурные учреждения. Уверен, что вместе мы пройдем этот сложный период. Региональное отделение партии «Единая Россия» возглавит депутат Государственной Думы России Алена Аршинова. Такое решение сегодня было принято на заседании Генсовета партии. Нам удалось связаться с Аленой Игоревной и в числе первых поинтересоваться у нее, планируются ли в ближайшее время изменения в работе регионального отделения. Мы понимаем, что предстоит еще и политический цикл. У нас очень такое эффективное, активное отделение партии. Поэтому моя задача всех объединить. И я думаю, что фронта работы хватит каждому. Потому что направлений очень много. И сейчас, конечно, как и каждый партиец, наверное, я жду, чтобы наша партия стала сильнее. Проект «ГТРК Чуваша» приглашает к участию всех, кто готов рассказать о своих фронтовиках, участниках Великой Отечественной войны. Следующая история из поселка Вурнары. О том, какой предмет хранят со времен войны родные ветераны и что помнят о своем родственнике, расскажет Наталья Егорова. Эти часы привез из Германии прадед Максима Степанова, его тезка. Они уже давно остановили бег времени, так же, как и нет в живых самого ветерана, но остались на стене, как напоминание о нем. Их пытались починить, но механизм очень старый. Его мастеров у нас таких нет, поэтому они сейчас не ходят. Часы Максим Степанов получил в награду за спасение одной немецкой семьи в Берлине. Мародеры пытались ее ограбить и избить, а фронтовик не дал этого сделать. Так и привез прадед в подарок с войны и хранил его всю жизнь. И долгое время, кстати, он переписывался со спасенной немецкой семьей. Эти часы, даже несмотря на то, что они уже не ходят, они помогают мне помнить о жертве народа, о войне тяжелой. Помнить о том, что мои родственники тоже принимали участие в военных действиях. Максим Степанович Степанов был призван в августе 41-го. В 43-м попал на Белорусский фронт в Гомельскую область, где он служил еще до войны после призыва в армию. А потом войска дошли до Кенигсберга. Где-то месяц или два месяца стояли под Кенигсбергом, Кенигсберг не могли взять сходу. Потом их поступила команда обойти Кенигсберг стороной. Потом была Польша, город Гданьск, река Эльба. Сын Максима Степановича рассказывает, как там наши войска встретились с американцами. Он еще рассказывал, что американцы утром встают, примусы сжигают, физерядку сделал. Он покушал, винтовку через печен, готов воевать. А мы до обеда кухню ждем, кухни нет. Когда приедет, когда не приедет. Затем войска перебросили под Берлин, где Максим Степанович участвовал в охране Потсдамской конференции. Там ему довелось увидеть Сталина. Караул я понял, что он офицерский был, чистый офицерский был. Все он говорил, что все собрались, а Сталина не было. Даже наши военные начали волноваться, где же Сталин. Вот минут за пять, папа рассказывал, Сталин появился и прошел мимо него метров десяти. Вернулся с фронта Максим Степанович в конце 1945 года зимой. Встречали его всей деревней. Женщины спрашивали, не видел ли он на фронте их мужей, плакали даже мужчины. Степановы говорят, ветеран не особо делился воспоминаниями о военных годах. Поэтому сохранилось так мало сведений о том, где он воевал и как. Но благодаря проекту на память от победителей, им захотелось узнать больше о своем родственнике. И они продолжат собирать о нем сведения. Наталья Егорова, Екатерина Фомина, Семен Антонов, Вести Чувашия. Росстат проанализировал изменения в рационе питания россиян за последние пять лет. По данным исследования, жители нашей страны стали меньше есть рыбы, картофеля и овощей. А также хлебобулочных изделий, сообщает РБК. При этом существенно выросло потребление куриных яиц. Возрос интерес к мясу и молочной продукции. Сейчас жители Чувашии могут разнообразить свой рацион продуктами из Белоруссии. Потребление сыра в нашей стране выросло. И в среднем один житель съедает больше четырех килограммов этого продукта в год, утверждает статистика. Покупатели чаще всего выбирают полутвердые сорта. Сейчас они представлены на выставке «Дары Белоруссии», который проходит в Чебоксарах. Это сыры на уровне европейского стандарта. В Брестской области делают европейские технологи. Гройцер, Грювер, Пармезан, Мааздам, Кобринский сыр, Сулугуни, которые делаются только с натурального молока. Вот этот сыр используют только натуральное молоко, без всякого сухого, 20%. Соблюдение требований ГОСТа и сохранение национальных традиций – это главный принцип работы, говорят белорусские производители. Мясные деликатесы, колбасные изделия, сало и тушенка. Свою продукцию в Чебоксарах представили как ведущие предприятия Белоруссии, так и агрокомбинаты, где при хозяйствах работают небольшие цеха. Говяжья – только рубленное мяско, и она коптится на вишневых опилках. Такие колбасы мы делаем дома, и такие колбасы делают наши агрокомбинаты. При этом особое внимание белорусские производители уделяют детскому меню. По специальной технологии выпускают колбасы и сосиски для малышей. Оценить их вкус и качество жители Чуваши могут до 29 марта. Выставка продажи работает на открытой площадке Мегамола. Это все, о чем мы успеваем рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего завершения дня. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...